Сейчас вот кто-то из вас будет в Мекке или в Медине, что будете делать? Во-первых, наставление вам шаих говорит, не занимайтесь ничем, кроме поклонения. А какое поклонение может быть, допустим, в мечети пророка? Намаз. Побольше совершайте намаз, кроме запретного времени. Потому что намаз там считается как тысяча. Любой намаз, который ты там прочитаешь, считается как тысяча намазов. Независимо, фарс это или желательный намаз, даже намаз джаназа за тысячу намазов считается. Кто-то, допустим, заходит, открывает мусхоф, читает Кур'ан. Это хорошо, но лучше совершай намаз. Ты же можешь читать Кур'ан и в намазе также. Получается, ты и Кур'ан читаешь и намаз совершаешь? Потому что это такое место, в котором именно намаз лучше. Понятно? Поэтому Медина первая говорит, твоя цель, ты должен совершать туда путешествие или сафр, чтобы совершить намаз в мечети пророка. Когда ты добрался до Медины, очищаешься, берешь шуду, можешь направиться в мечеть Куба, чтобы прочитать там. Либо нафель, можешь фарс также. Это касается и мужчин, и женщин. Это касается мужчин, то у них также узаконено посетить могилу пророка, двух его сподвижников, Абу Бакру Умра, имеется ввиду кладбище Баки и Ухуд. Это пять вещей, которые вы делаете, когда посещаете Медину. Помимо этого, ничего желательного нет. Посещение семи мечетей, посещение того-сего и так далее, это все нет. Не занимайся тем, чтобы посетить рынки или Бейк, Макдональдс и так далее. Ты не приехал сюда, чтобы покушать или на рынке ходить. Постарайся все свое время быть в мечети, занять мечеть. Точно так же в Мекке. Поэтому, если ты посещаешь Мекку, занимайся либо намазом, либо талаф делай. Совершил семь круг вокруг Кабы, два рака совершил. Еще раз семь раз прошел вокруг Кабы, еще два рака совершил. Кто-то занимается спортом, допустим. Вот у тебя такой же спорт, ты можешь талаф делать, но за эту большую награду получаешь. Если устал делать талаф, намаз соверши. Устал считать намаз, намаз делай. Меняй, чередуй поклонения, тогда тебе будет хорошо и легко. Важно, чтобы ты не терял свое время в Мекке, чтобы пойти на рынок или на какие-то горы посмотреть и так далее. Продолжение следует...